Вода приходила. Вот там, где идет дама, там все было затоплено. Вот где стоит тележка, все затоплено. Анна Ивановна прожила в Заокском всю жизнь. Самые яркие воспоминания о большой воде связаны с детством, когда весной каждый поход в школу или клуб превращался в небольшое приключение. В клуб приходилось тоже плавать на лодке. У нас клуб-то здесь был, а на селе клуба не было. И всю жизнь мы в воде. Всю жизнь в воде. Ну, привыкли, как для нас, отказался романтикой. У живущей по соседству у бабушки Кати практически подход своим глазам она верит больше, чем прогнозам синоптиков. Если траву в поле не замело снегом, значит большой воды не будет. Как раньше было, это не это. Есть снег. С 70-х год вот сюда подходил. Вот где мой сад, вот туда даже подходила вода. И мне в родильную возили на лодке. Ученые пока не спешат делать выводы. По словам старшего преподавателя кафедры физической географии Алексея Воробьева, все зависит от погоды в конце февраля. Если будет похолодание и затяжная весна, то можно ждать большой воды. АК поднимется выше отметки в 6 метров. Затопит улицу Рыбацкую в Заокском и микрорайон Борки в Рязани. Второй вариант развития событий – половодье будет, как в прошлом году. Если будут оттепели в марте, и если будет весна затяжная, с возвратом холодов, то здесь в любом случае будет достаточно много воды. В русле в поеме 100% река выйдет из берегов, но пик половодья будет растянутым. Несмотря на то, что до календарной весны еще две с половиной недели, в Заокском уже начинают готовиться к возможному паводку. Мы к паводку всегда готовы. И сейчас уже и списки готовим, и детей до года, до трех лет, кто тяжело больные, люди старшего поколения. В пятницу у нас будет уже совещание в районе по этому вопросу. Предварительный прогноз по весеннему половодью синоптики обещают выпустить после 20 февраля. А 6-7 марта расскажут, каким будет уровень воды.